Всем ДВС, народ, меня зовут Сергей Лаф, и сегодня, наконец-то, ролик про лоховый турнир. Для вас сегодня же всё начнётся, сегодня же и закончится. То есть, склейка, как я думал в прошлый раз, из-за многих-многих дней с заездами. Но в итоге я предисловие выделил в отдельный ролик, и думаю, это хорошая была идея, потому что там 40 минут и без того он убежал. Я был бы очень сильно зажат и думал, так, всё, надо срочно сегодня что-то ничего не рассказывать. Ни в коем случае, а то там будет 2 часа. Вот. Но не знаю, насколько много мне будет что рассказывать, но вот сегодня есть что? Пару деталей. К слову, я, кстати, это второй дубль, я не знаю, что-то в последнее время супер затупляю. И вот вроде сел записывать, стоит всё ясно, что хочу рассказать. Тут же забыл, представляете, я сижу перед роликом, вот буквально перед нажатием кнопки пуск записи, да, такой, ага, вот с этого начну. Нажимаю кнопку и забываю, о чём я хотел сказать вначале. Вот. И язык заплетается вообще, что-то в последнее время так себе, я прям себя чувствую. Вот. Короче. Ладно. Первое, что я хотел рассказать. Я себе застолбил место в клане B-ранга без требований. По очкам каким-то, да, по фанатам, которые надо набивать. Это вообще один единственный такой клан в английском дискорде существует. Вот. Вообще кланы там D+, C и C+, они все безкатегорные, как правило, самые нижние, да. А вот уже начиная с B, как правило, есть какие-то требования уже к вам минимальные, ну, потому что ранг определяется позицией клана общего. Если никто ничего не делает, вы просто не будете в этой B-категории. Вот. Поэтому уже есть, как правило, требования. Вот. Но это единственный клан без требований. Я его, ну, давно заприметил, я в него записывался, там человек писал список ожидания. Там человек семь, наверное. Я где-то посередине был. Вот. Но я не попал, клан был полный. И тут где-то утром вчера... Часов там в пять утра смотрю сообщение, чел пишет, ну, глава. Типа, есть одно место, так как уже примерно середина месяца, а если вы не в курсе, здесь нужно вторую половину месяца быть активным в клане, чтобы вам дали награду. То есть, вот, полмесяца вы должны быть в активе во вторую. Да, то есть, ну, наверное, где-то примерно с 15-го числа. Вот. И он говорит, что, типа, дней осталось очень мало, поэтому кто первый, того и тапки. И я ему пишу такой, я хочу вступить. Вот. Причем я пишу, что я хочу вступить, ну, типа, у меня будет кулдаун в сутки, я не знаю, я успею или нет. И сразу примерно после этого он такой пишет, клан, ну, все, место занято. И я сначала расстроился, ну, думал, кто-то там уже вступил, да, потому что он не мне ответил ничего, просто говорит, все, как бы, закрыто. Вот. Я чуть-чуть подрастроился, ну, понятное дело, что, что там, за сутки миллион людей, может, набежать. А потом обнаруживаю уже днем, что он мне в личку написал, что, типа, все окей, я тебе место застолбил, кидай этот айдишник, то есть он для меня место застолбил. Вот. Так что, вот, я жду сегодня днем, у меня спадет кулдаун, я вступлю. Вот. На самом деле, в английском дискорде очередь в любые кланы, даже в те, которые, вот, там, D плюс C, C плюс, которые самые нижние, даже в них люди там не всегда можно легко попасть. То есть они, вроде бы, без требований, да, и, как бы, самый низ, вроде бы, ну, кланов меньше, чем желающих. Вот. Поэтому я вот из C плюс вышел у клана, на самом деле, даже C плюс это очень, даже очень хорошо было без требований. Вот. Думаю, ну, для японцев попроще, да, у них кланов намного больше, и, как бы, выборка больше, все дела. Вот. Но у нас есть, что есть, вот, поэтому вот такой момент очень такой интересный. На 300 гемов, если все-таки все пройдет нормально, да, то есть, ну, опять же, меня ждут, вроде как, все окей. Вот. Я сказал, что через сутки вступлю, клава сказал, все окей, требований пока нет. Я, надеюсь, клан не вылетит из СБ-категории, из Б-ранга. На 300 гемов буду ежемесячно больше получать, а что на целых две крутки. Вот. Это первое такое отстраненное и самое массивное, на самом деле, что я хотел рассказать. Второе массивное, точнее, не массивное. Это, собственно, я, помню, в предисловии сказал, что там люди зарабатывают что-то 800 тысяч очков. Насколько я понял, тысяча очков это, в принципе, максимум за заезд, который вы можете получить. Я видел много скриншотов, где Челс занимает первое, второе, третье место и получает 200 очков. И вот эта строгая цифра очень часто попадалась мне на глаза. 200 очков подозревают потолок. Соответственно, один билет дает вам пять заездов. Пять на 200 тысяч очков. Это предел, который можно зафармить. Соответственно, пять тысяч очков в день вы, в принципе, потолок, сколько можете, получились. Вот. Как я уже говорил, я получал где-то 600-700, были на 800 заезды. Ну, были и на 400 очков. Вот. Собственно, это ориентир, да, наше понимание, насколько хорошо будут сейчас проходить заезды. Вот. И я обновил коня. Да, напоминаю, опять же, для вас время прошло какое-то, потому что предисловие ролик в начале ивента я, получается, выложил сразу же. А это пройдет время какое-то. Вот. Для меня-то это день прошел, для вас неделя. То и больше. Вот. Я заменил одного коня, поставил эту конину в кепочке с неправильной впайкой на длинную дистанцию. Ну, сорян, что получилось. Вот. И посмотрим, как она будет выступать. Надеюсь, она будет выступать чуточку лучше, чем того, кого она заменила. Ну, и поехали смотреть. То есть, сами заезды много времени занимать не будут. Как я уже сказал, вот, нам сразу сгенерировали сетку. Да. Вот такие у нас оппоненты. Смотрите, двое челов вообще суперхалтурные. С чел, А плюс А. Ну, то есть, вот два оппонента, это вообще халява. Но остальные, конечно, не особо халява. Вот первый, примерно как я, у Г3, у Г1, у Г. Примерно как я. Да, на самом деле, хорошо, что я все-таки предусловие убрал. Тут можно будет посидеть, поанализировать, кого дают. Не знаю, посмотреть, наверное, нельзя. Да, посмотреть нельзя. Второй оппонент, у Г7, 4, 6. Посильнее, чем я. Скорее всего, там ничего не светит. Последний у Ф еще сильнее. Ну, то есть, вот смотрите, три, два слабее, два сильнее, один такой же. В целом, вроде бы неплохо, да, выглядит перспективно для нажимания кнопки. Что еще, кстати, вот насчет этого? А, вот какую я забавную штуку видел. В английском дискорде чел скидывал, говорит, мол, мой оппонент взял, скорее всего, команду автоподбором. То есть, у него там кони вроде как по 23 или 25, я уже точно не помню цифры. Но у него выносливость по 500 на конях, а нужно там 900 минимум. И у него уже там процент побед, там по 3 процента всего, прикиньте. То есть, у него кони сильнее, чем у меня номинально. Но они вообще не подходят. То есть, реально чел нажал просто автоподобрать команду и пошел в турнир. Вот. Это хорошие такие оппоненты, да. Но, скорее всего, такие единичные случаи. Поехали. Да, то есть, нажимаем окей, окей. Далее все. Ничего не используем, никаких прибамбасов. Нажимаем скип и наслаждаемся итогом. 760 очков. Это хороший результат, я считаю. Да, то есть, выше 500, я считаю, хороший результат. Даже выше 600. И я уже влетаю в серебро 4. Это хорошо. То есть, уже считается один шаг до золота. Нам следующий билет сейчас будет под бустом. А, там можно, да, там можно сразу красную кнопку вот эту нажимать, и тебя просто подряд будет гонять. Это просто анимация здесь. Ну, просто красивая анимация. Ничего не значит, да. Да, баф какой-то мощный на 5 заездов, но как раз-таки на один билет, фактически. И вот наши следующие оппоненты. СС, членый чувак, который послабее, чем я. Ну, может быть, там крутые в парике. Да, и навыки, то есть, номинально послабее. Второй посильнее. УГ-7, УГ-7, УГ-5. Это совсем неприятно. Третий тоже неприятный. Уже и золото, чувак, вообще. УФ и УГ. УФ это сильно. Четвертый, примерно, как я, вообще один в один. Да, УГ-1 циферки. И последний послабее. Ну, то есть, опять получается, два послабее, один такой же, два посильнее. Я просто в первый день вообще не замечал, что мне тут давали. Я просто сразу прожимался, и все. То есть, плюс-минус пока что сохраняется. Такая прогресса. Вот. И, ну, результаты должны быть лучше за счет того, что... Чем меня тут спрашивают? Типа, использовать этот бонус или не использовать? Используем, конечно. Результаты должны быть лучше за счет бонуса. Ну, я надеюсь, мы же под бустом. Так что там 800 должно быть очечей. Минимассно. Да, у нас первая гонка на 160 зашла. 780. Ну, тот же самый результат. Только, блин, буст протерен. Но это хороший, опять же, результат. Ребята, это хороший результат. Ящик с 0 гемов. Там как-то починили эти ящики? Не знаю, как. Я чуть спросил. А, вспомнил. Там, даже если ты проиграл, дают 10, по-моему, или 20 очков. Соответственно, ты 100 очков в любом случае за заезд получаешь. То есть, бесконечно фармить бронзу не получится. Тебя в любом случае вытолкнет в серебро. Следующий билетик пошел. УГ-9, УГ-5. Это сильнее меня. УГ-7, УГ-5 опять же сильнее меня. Два послабее СС-очные. И УГ-2. Да. Слушайте-ка. Подбирается, по ходу дела, очень похоже, как в обычном ПВП, когда тебе дают три на выбор оппонента. Один чуть послабее, один примерно как ты, один чуть посильнее. Здесь, по ходу дела, они примерно таким же алгоритмом руководствовались. Два послабее, один такой же, два посильнее. Вообще, это на самом деле прикольно. Вообще, это даже нормально. Адекватное решение. Ну, что, поехали. Следующий билетик. Будем надеяться, что результаты будут хорошие. Чпоникс. 770 очков. Блин, ну, ребят, по 770 стабильно пока что идем. Это на минуточку точно должна быть платина. И я уже в золото один попадаю. Золото один тоже уже достаточно бодрячково выглядит. Да, то есть, уже... Я боялся, что вообще из серебра не выйду. Давайте смотреть, кого нам предлагают в золото. Вижу только одного послабее сосочного чела. Одного посреднего на третьем слоте. Ну, соизмеримого. На пятом слоте чуть сильнее. На втором слоте чуть... А, на втором слоте сильно сильнее. На первом слоте тоже сильно сильнее. Ну, это золото, ребят. Это золото. Здесь, скорее всего, вот о чем я и говорил. Я вот не уверен, что в золоте пойдет все так же. Гладенько, но серебро прошло прям как по маслу. Я стабильно получал по 700 очков. Чпоникс. И это 650. Ну, вы видите, поменьше уже. На 120 очков поменьше. Но это все еще хорошо. Лишь бы не 400. Да, то есть, если начнут сыпаться по 400 и вообще все, потолок станет 400, это потолок. Это действительно будет плохо. Там это будет могилу. Ну, и последний билет, ребят. Смотрите-ка. Расправляемся достаточно быстро, как я уже сказал. Первый слот такой же. Плюс-минус такой же. Может быть, чуть послабее. Второй сильнее. Один сильнее. Один такой же. Ну, короче, чуть-чуть сильнее в среднем. Третий слот сильнее. Четвертый слот примерно такой же. Может быть, чуть сильнее. Последний слот сильно сильнее. Едем, нажимаем. Да, смотрим. Ну, 650 очков за билет меня более чем устраивает. Вообще более чем, ребят. Да, этот спокойно будет. Расслабленная платина. И даже еще бонусные гемы будут. 720. Хорошо, ребят. Хорошо. Пока что результаты обнадеживают. Они все... О, еще и 20 гемов сверху отсюда я получаю. Ну, слушайте. Второй день, и все пока что реально неплохо. У меня уже 11,5 тысяч. То есть, мне остается всего лишь сколько? 8,5 тысяч за... Я не знаю, сколько дней, на самом деле, осталось. Вообще, как бы до 21-го это дело идет. Но должно быть много еще дней. Сегодня какое у нас? Сегодня 13-е. То есть, до 21-го, даже если считать, что 21-е это заканчивается. То есть, фактически 20-й день и последний. Это еще, по-моему, 6 дней должно быть. Да, ведь? Ну, 13-е я откатал. Плюс... Чик, знаю. То ли 6, то ли 7 дней. Это минимум должно быть, по идее, если до 21-го. Но вы видите цифру 4. Вот посередине золотая такая надпись. Вот сначала там надпись. Лохи. Объединяйтесь. Соревнуйтесь. Да, мы посмотрим. Дальше там дат проведения. Дальше золотая надпись. И по ней четверка рядом с решетчиком. Такой, да. Это дни. Если что на японском. Мне вот это не нравится. Если осталось всего 4 дня, то, блин, ребят, по 600 очков. Так, получается, это 3000 в день. Да. 5 билетов по 600. Это 3000 в день. Ну, я, в принципе, еще успеваю. Да, если 4 всего дня остаются. И еще 4 дня, если еще остается. То при подобных результатах я там прям очень тесно, тесно, прям на тоненького. Ну, должен влезть буду. В Платину. Если дела пойдут хуже, то, может быть, и не влезут. То есть, это пока спорный вопрос. Надо будет то ли уточнить все в английском дистороде, то ли сюрприз потом будет. Да. Даже не знаю, что из этого лучше. Но пока такие результаты. Вы-то... Я любимую фразу свою скажу. Я вам завидую. Потому что вы сейчас сразу все узнаете подряд. А на это сидеть еще ждать, переживать и так далее. Там подобное. Ну, удачи вам. Просмотр хорошего. Итак, народ. Третий день турнира. Начну со всем мелочи. Просто, чтобы эту тему закрыть. Вступил я в клуб B-категории, B-ранга, о котором, о чем я заявлял, вот на 4880 месте находится. Я не знаю, кстати, с какого места начинается B-ранг. Вот. Мы так находимся. То есть, смотрите, прошлый месяц был 4400, а тут 4800. Может, вообще, выпадем в C+. Ну, да ладно. Выпадем, так выпадем. А вот потом опять вернемся. Верно. Вот. В любом случае я перескакивать обратно. Не то, чтобы не смогу. Не хочу, а не смогу. Потому что, как только я вышел из предыдущего клана, C+, там буквально в течение, наверное, часа место мое было занято. Там сразу глава написала, что есть слот. И там сразу же написали, хочу вступить. Все. Назад дороги нет, короче. Вот. Дальше идем уже к турниру. И есть неприятная, так скажем, новость. Ну, то есть, есть две вещи, которые я хочу проговорить, прежде чем мы откатаем заезды. Я уточнил, и действительно, ребят, вот эта вот цифра 4, которая вчера была, на которую я обратил ваше внимание, а сегодня уже 3. И это оставшееся количество дней. То есть, фактически, остается всего лишь 20 билетов, которые я смогу отъездить. И как мне сказали, типа, ну, остается 4 дня основного этапа. Соответственно, из этой фразы можно сделать вывод, что есть какой-то еще дополнительный этап. И я подозреваю, это этап для тех, кто занял 96 слотов верхних. Это лишь моя догадка, но, скорее всего, она верная. Вот. Потому что что-то где-то я там опять же видел, она не на пустом месте. Вот. И становится понятно, почему, на самом деле, 96. Потому что это фактически 48х2. То есть, будет сетка на вылет. То есть, люди будут играть между собой и уже дальше топ-1, кто возьмет, тот и возьмет. Вот. Соответственно, из этого можно понять, что 96 мест – это не топ пока что 96. То есть, там не суть важна, наверное, какое ты место занимаешь. Там первое, десятое. Это именно как бы резервация слота на вот этот вот финальный этап лучших из лучших. Вот. Скорее всего, оно именно так и есть. Вот. Но важнее для меня именно то, что, на самом деле, дней это не до 21-го у нас, а всего лишь 4 дня. Ну, включая сегодняшний. 20 билетов. А у меня-то всего лишь 11 тысяч очков на данный момент. Соответственно, мне нужно минимально зарабатывать в среднем 450 очков. Ну, я сначала думал 500, но нет, у меня же чуть больше 10 тысяч. 450 в среднем я должен получать. Если я буду получать меньше, я не попаду в платину. Вот такие пироги. Ну, и доп очков, доп гемов за билеты я за дополнительные по 2 тысяч очков. Очень сомнительно, что получу хотя бы раз. Вот. Потому что... Ну, потому что. Да, потому что билетов супермало. Я думал, получится... Как я помню, заговорил, что там аж по 3 тысячи, может быть, заработаю. Не, билетов-то намного меньше. Какие 3 тысячи? В платину бы попасть. Вот. Это очень важный такой отправной момент, да, чтобы вы понимали настроение мое. Ну, и дальше есть еще один момент, который я совсем что-то как-то упустил вчера. Вот. Помните, я же говорил, что здесь есть статистика своих коней. И я говорил, что вот я заменил одного коня. И в итоге-то логично было. У меня что-то эта мысль вообще не пришла в голову. Я только потом, когда уже менюшки открывал, такой блин, а что же я об этом-то не сказал совсем. В общем, стоило показать, как же выступает новый конь на замене в кепочке-то моя. Да, конина вместо той, что я взял. И смотрите, какая интересная картина здесь. Вот открываем. Оба-на. 36% винрейта. Ребят, как вам такое? То есть, мои кони вон 19, 16,7. И вот считайте, замененный конь был 4,6. И я его заменил на 36%. То есть, на 30% больше винрейта у нового коня. Опять же, к слову, почему хорошо, что можно коней все-таки менять посередине, да, а не то, что выбрал и все. Блин, я вообще не ожидал, что этот конь будет так хорошо выступать. И, если честно, я понятия не имею, почему он так хорошо выступает. Да, то есть, опять же, статы, да все те же самые 20 тысяч. Баланс статов. Фиг его знает. Да, то есть, вроде, опять же, такой более-менее стандартный для меня. Вот, единственное, что на вот этих конях, может быть, я фиг знаю. Так, ну, похожие статы, похожие, я не вижу ничего такого непохожего, да. То есть, здесь, может быть, может быть, избыток, на самом деле, стамины, и было бы хорошо, чтобы иметь чуть больше мощности, например, или больше мозгов. Может быть, дело в навыках, которые я тут набрал. Но тут, опять же, конь у меня даже не пятого уровня. Вот, на третьем уровне у меня есть только навык на восстановление. То есть, опять же, ну, он восстанавливает, там, 7,5% стамины, окей, вот, что-то каких-то тут прямо, что-то такого нестандартного нету, понимается, для меня. Потому что вот эти все навыки золотые, и это все те же самые. Это золотой навык с карточки Сиби, которая на мозге нулевого уровня. Это навык богинь. Это навык, если там, я не помню, четвертого или пятого уровня богиню делаешь, тебе открывают его. Но, опять же, вы все знаете, там, три разных навыка, два так себе, один совсем говно. Это вот, который из категории так себе. Все, все остальные навыки, ну, просто вот тут на повороты, я взял чуть-чуть, да, на стратегию, то есть, ну, это супермало. Тапки на весну, ну, блин, там, по-моему, у других коней тоже есть этот навык зеленый. У нас тут весна, то есть, все остальные перемены. А, здесь вот нету, кстати. Он дает там сколько-то скорости, 60, что ли, скорости добавляет. Так, кстати, здесь тоже нету, слушайте. Да, он еще 60 скорости сверху добавляет. Причем эта скорость, она не штрафуется. То есть, выше 1200 статы, они начинают срезаться в два раза, когда ты их получаешь. А эти статы, они не срезаются. Вот, ну, по-моему, 60 они добавляют. То есть, один кружочек 40, по-моему, дают, а двойной кружок 60. Вот, то есть, еще дополнительно сверху у меня. Считайте, там, 1400 скорости получается, да. То есть, это вообще, по-моему, мимо взял просто, потому что нечего было. То есть, в общем, не особо понимаю, почему этот конь настолько хорошо себя проявляет. Но, ребят, именно это объясняет, почему же вчера у меня были стойкие такие 700 очков за билет. Именно благодаря вот этому коню. Я думаю, если бы я его не заменил, если бы я его не прокачал в первый день турнира, когда такой, блин, а что-то у меня один конь-то плохой пошел и резко сделал лучшего коня из всех. Все самое абсурдное. Блин, я сколько раз попыток делал. И не то, чтобы там старался, я говорил, да, но я каждого коня разу по три тренировал, там, может быть, больше. Но все равно ежедневно стамины же есть, что-то делать-то надо. Вот. И резко за одну попытку сделал лучшего коня, оказывается. Чисто вот такой, ну, пошел и сделал. Вот. Это что-то забавно, но это очень хорошо. Потому что я уверен, что без этого коня я бы получал меньше очков, да, никакие там не 700. А думаю, было бы как раз-таки 500-600. И, соответственно, сегодня у меня было бы на 500 очков там, и то и больше, и меньше. Ну, да, надеюсь, вы поняли. И, соответственно, перспектива была бы еще печальнее. Ну, да ладно, это все лирика. Давайте теперь откатаемся сами заезды, посмотрим, как все будет. Я очень надеюсь, что... Давайте не будем, наверное, оценивать оппонентов. Или будем оценивать оппонентов. С плюс слабый. Первый и второй чуть сильнее. Дальше равный. Дальше, ну, плюс-минус равный. И последний чуть сильнее. Быстро так, да, глазами пробежали. Будем надеяться на хорошие результаты, на стабильность 700 очков, чтобы я не переживал в последний день, что там, о боже мой, я не могу попасть в платину, да, и так далее. И это у нас 800 очков. Балдежно, балдежно. Вот, может быть, слушайте, может быть, я все-таки смогу там еще 100 гемчиков-то утырить, да, с дополнительно 2000, то есть заработаю не 20 тысяч очков, а 22 тысяч очков, потому что 20 билетов, то есть я считал, мне нужно по 450, а если я получаю еще 350 за билет, то 3500. Это 7 тысяч очков сверху, кстати. Это еще 300 гемов сверху. Ну, это если я стабильно буду по 700-ке зарабатывать. Дальше что у нас оппонент? Первый соизмеримый. Второй чуть слабее. Третий чуть слабее. Четвертый чуть слабее. Последний соизмеримый. Вот это у меня халява. Тут накидали, смотрите. Тут надо брать, опять же, 800 очков прям минимасса, я думаю. Надо брать... А сейчас прикол там раз 500. Ну, это, к слову, о состоянии. И это 850 очков. Блин, ну вообще. Слушайте, вот этот конь, он меня тащит просто нереально. Фух. Да, здоровски. Это уже золото 2. Слушай, начинаются такие... Область таких нормальных, так скажем, наград. Как вы можете заметить, да, уже не по там 50... Не по 30, не по 50 гемов, а уже по 150 гемов. То есть еще плюс билет. Вот. У меня, кстати, уже есть 50 тысяч гемов, если что. Фактически. То есть у меня там 48 300 на кармане и 1800 гемов в билетике. В билетиках. Да. Вот. Соответственно, мне остается последние 10 тысяч накопиться, если что. И вот я думаю, сейчас после этого же ролика про карточки все-таки, баннер, запишу ролик. Небольшой. Первый оппонент сильнее. Второй плюс-минус. Может быть, один чуть сильнее, один чуть слабее. Второй сильно сильнее. Прям вообще имба, ультрефы. Четвертый. Это вообще какая-то халтура. Пятый соизмеримый. Ну, я думаю, тут 700 очков точно должно быть. Я думаю, 700 очков должно быть. Точнее... А, здесь же мы под бустом. Здесь, я думаю, 800 точно должно быть. Да, окей. Блин. А, вот еще какую мысль я хотел сказать. Ну, давайте, ладно, билетики закончим. Сколько у нас здесь? И это 570. Точно, да. Ну, я балды сказал, на самом деле, насчет точно. Потому что я фиг знает, как это оценивать. Да, толком-то. Но, блин. Серьезно, там был чел на А. Вообще один, да. И я под бустами был. И в итоге это худший забег. Да, то есть... Жесть. Просто жесть какая-то. Ну, да ладно. Я пока вроде неплохо, в целом неплохо все равно иду. Да, потому что... Так дальше. Ультра-Эф. Первый сильнее. Второй соизмеримый. Третий сильнее. Четвертый соизмеримый. Чуть сильнее, может быть. Последний сильно сильнее. Блин, что-то каких-то оппонентов стали сложнее давать. Да, ну, будем надеяться на очки. Опять же, там, кто знает, как все сложится в заезде непосредственно. Да, может быть, там неправильно все прокачано, все дела. Блин, что-то мало дали. Походу, дело, 440 очков всего лишь. Ну, это прям минимальная, ребят, планка, как я уже сказал. 450 – это худшее, что... Что может быть? Кстати, если бы хорошо шел, смотрите. Если бы сейчас получил где-нибудь 700-ку. Да, еще бы на 300 очков. И еще бы 700-ку я мог бы в золото 3 попасть. Да, если бы чуть-чуть лучше шел. Сейчас я в золото 3 поп... Ну, могу попасть, если только я наберу сейчас там 900 очков. Вот. Ну, да ладно. Давайте смотреть последний билетик. Первый сильнее, второй сильнее, третий соизмеримый, четвертый соизмеримый, последний слабее. Ну, блин, но 600-700 очков, я надеюсь, что будет. Да, я... Я просто, на самом деле, надеялся, что будет там 800-ка, поэтому сказал, что в голову пришло. Что я там уверен с делами, на самом деле, вообще тут пофиг. Да, блин, как так-то? 520. Ну, смотрите, блин, первые билеты пошли хорошо, а под конец что-то подстух я. Может быть, из-за того, что я ранг взял, да. Это скажется. Межбаланс это вроде людей по рангу, нет. Тем не менее, вот такие вот результаты. То есть, было у меня 11500, то есть, 3000 там я получил. Ну, да, да. В целом, в целом вроде неплохо получается. Да, ребят? То есть, по 500... Ну, то есть, если брать 500 очков за билет, это 2500, да. Еще три раза будет, то есть, 7500, то есть, я вроде спокойно должен входить в плацину, даже если по 500 очков будет. Ну, вот, если будет больше, чуть больше, там, может быть, а вот еще 100 гемов заработают. Но, опять же, это 100 гемов, сами понимаете, достаточно смехотворный объем, чтобы за это там переживать. О, боже мой, там сейчас 100 гемов не заработаю. Дополнительная плацину взяться хорошо, там, ключевые награды. Вот, я вспомнил, что еще хотел рассказать. Вот, что, может быть, мне не очень как-то понравилось. То есть, в краткосрочной перспективе, вот, прямо в моменте сейчас, оно мне нравится. Именно то, что оппонентов подбирают именно под твою мощность, то есть, в рамках, как бы, ранга, но под твою мощность, да, что мы видим, здесь кто-то сильнее, издают парочку сильнее, парочку слабее, и кто-то там соизмеримый, ну, или плюс-минус, да, как-то так. То есть, не больше, что тебе там кидают все пять сильнее или все пять слабее. Видимо, есть баланс именно под тебя, под твоей циферки. Вот, это, с одной стороны, вроде бы прикольно, потому что позволяет хоть сколько-то зарабатывать очков, а не всегда быть, они там, не уходить с нулем очков после матча. Да, но, с другой стороны, это такая система компенсирующая, получается так, что вроде как все что-то зарабатывают в конечном счете, нету такого честного соревнования, да, то есть, там может быть 90% игроков мощнее меня, но мне дают оппонентов из тех 10%, которые около моих статов имеют. Да, и в итоге, что там челы, у которых там 25 тысяч соревнуются с равными для себя, что челы, у которых 29 тысяч, они соревнуются с равными для себя, и что челу 20 тысяч, я тоже соревнуюсь с равными для себя, и мы все в среднем получаем плюс-минус одинаково, при прочих равных, да, и это не очень похоже на состязание, согласитесь, турнирное какое-то. В итоге это максимальное количество очков, которые каждый заработал, не отображает его реальную мощность. Вот, ну понятно, и причем, я думаю, даже вот у коней, у которых там 25 тысяч, 30 тысяч, даже сложнее соревноваться, потому что там, скорее всего, люди уже такие смешарики, и они выкачивают очень грамотно коней, вот, а на моих цифрах тут, скорее всего, абы чё, люди выкачали, да, новички буря-мени плюс-минус, поэтому здесь даже легче соревноваться. То есть в этом плане состязательная часть слабее, но она приводит зато к тому, то есть это в долгосрочной перспективе мне не очень нравится, потому что как, ну, если реально я за 20 тысячами смогу взять платину, возникает вопрос на коль это вообще, там, опять же, там, СССРки какие-то собирать, да, там, выкачивать коней 25 тысяч, 30 тысяч, да, если на 20-ке спокойно в платину влетаешь, потому что она так организована, что тебе все равно дает оппонентов, на которых ты сможешь получать очки, да, и, ну, может быть, даже хуже будет, если ты там выше будешь собирать коней, типа, ну, вы поняли, да, то есть долгосрочно состязательность, увлекательность этого очень сомнительная, вот, хотелось бы более, в какой-то степени честной состязательности, да, пусть я бы сейчас, например, вообще бы на днище был, ничего бы не получил, но зато был бы стимул, да, развиваться, я понимал бы, ради чего я развиваюсь, ради чего я хочу карточки, а так я не понимаю, ради чего мне карточки в игре, потому что я только могу, ну, 196-20 еще не попаду, да, ни при каких обстоятельствах, даже если я самые лучшие карточки соберу, это не рассматривается, а в остальном это все бессмысленно, вот, это, ну, такое себе, вот, я вот об этом вчера думал, и меня это несколько подрастроило в долгосрочной перспективе, потому что, азарта как-то поубавилось в этом плане, вот, ладно, это что я хотел вот еще озвучить, вспомнил, и давайте посмотрим результаты коней, да, как, сдвинулись ли цифры или нет, ну, чуть-чуть ухудшилось, как вы видите, винрейт коня в кепочке на 6%, ну, да, потому что что-то оппоненты, видимо, более серьезно попадались, и, ну, опять же, 5, там, 25 заездов, это не идеальная выборка, да, я думаю, чем больше я откатаю билетов, тем более усредненные будут результаты, более, скажем так, соотносящиеся с силой, вот, так что чуть потеряла, смотрите-ка, моя зато, ну, так скажем, любимая конина, которая единственная, которую я загачил, да, которая специально гачил, вот, она не очень сильная, у нее чуть-чуть увеличился шанс, винрейт, точнее, чуть-чуть, у такая Тея, наоборот, чуть-чуть снизился, вроде там было 16, что ли, процентов, вот, ну, да, потому что сегодня в целом заезды прошли хуже, как видите, последние билеты дали меньше очков, соответственно, я меньше побеждал, хуже позиций занимал, вот, поэтому статистика чуть ослабила, ну, лишь бы она не ослабилась еще сильная, вот, будем надеяться, что оставшиеся 3 дня пройдут хорошо, вот, ну, вот, опять же, все-все, все сейчас увидится. Итак, народ, наступил следующий день, и вообще, на самом деле, я вот такой сижу, думаю, хорошо, что я вот вчера, позавчера все так очень подробно, хорошо изживал все свои соображения, потому что сегодня я максимально разбитый, вообще нифига не соображаю, блин, меня мотя разбудила на несколько часов раньше, я уже не смог уснуть, я несколько раз просыпался, она мягкая, блин, с дела, вот, на стримах, кто был, тот мог слышать ее, вот, у меня были какие-то, я помню, мысли вчера, чем-то еще хотел поделиться по поводу турнира, но сегодня вообще что-то вообще вот по нулям, поэтому предлагаю не сильно затягивать, вот, и разобраться с сегодняшними билетами, вот, я, насколько, насколько я могу судить, вроде как я в платину попадаю, если все пройдет хотя бы не прям совсем отвратительно, вроде как-то так, то есть у меня достаточно высокий шанс, да, попасть в нее. Так, кто у нас тут по оппонентам? Первый слабый, второй соизмеримый, чуть сильнее, третий сильный, четвертый сильный, последний, слабый, соизмеримый, ну, в принципе, должны, должны быть очки, да, полученным неплохо, давайте посмотрим. Вот, то есть, если там начнут прям совсем по 300 очков, например, выдаваться, тогда, да, тогда все плохо будет, но если хотя бы там по 500-ке, на 720, вообще неплохо, вот, то в целом, в целом все должно пройти без каких-то там проблем, да. Так, а почему у меня кнопки 20 гемов дополнительно, вот, вот эта кнопка, вообще, кстати, еще могу на один ранг подняться, если сейчас прям совсем много очков будет лететь, то еще на ранг сразу поднимусь. Так, у нас первый слабый, второй сильный, третий сильный, четвертый вообще суперслабый, о, вот тут должно быть много очков, и последний тоже слабый. Если тут не будет там 700-800 очков, это вообще шок будет контент, ребят. Давайте, давайте смотреть, давайте смотреть, так. 200, кстати, я не обращал, я не смотрел, да, обычно, но 200 это максималочка, которую вообще можно получить. Жесть, вообще жесть. 680, правда, суммарно, там вроде был слабый оппонент на А, и что-то как-то, ну, да ладно, у нас еще зарядился ульт, сейчас под ультом тоже, наверное, очков 700-800, наверное, срублю, да, ну, надеюсь. Вот, в целом, если я сейчас там последнее золото возьму, мне останется 2,5 тысячи и 2 дня еще будет у меня, да, то есть в целом, в целом, я думаю, уже можно сказать, что я в очень своем положении, наверное. Первый с измеримой слабый, второй слабый, третий с измеримой, четвертый с измеримой, блин, что-то опять слушайте вообще халявных каких-то чуваков. Далее. Ну, тут-то вообще должно быть там, я не знаю, миллион очков просто. Напоминаю, тысячу максимум. Вот. Давай там 800-900 очков. В смысле? 620, я под ультом? Блин, против каких-то вообще лошков по очкам. Это вообще шок. Вот. У меня остается 2 билета, да, насколько я понимаю. И вот до 17500 дотянуть. За эти 2 билета, правильно? И фактически, ну, 2500 за 10 билетов. То есть это 250 очков я должен буду получать. Меньше, чем 250, чтобы не войти в платину. Первый слабый, второй сильный, слабый, сильный, слабый. Блин, ну, что-то как-то халявно, по-моему, началось. Ну, наверное, подтянулись, вот о чем я говорил, по-моему, подтянулись просто игроки, которые более слабы, в этот ранг сегодня. Поэтому мне уже начало давать, ну, таких более адекватных оппонентов, так скажем. Потому что в первый день, типа, они более сильные были, да. Нет, слушайте, должен, должен сейчас влететь спокойно в золото 4. Да, нормально все идет. Давайте просмотрим последних оппонентов на сегодня. Сильный, 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 слабый, соизмеримый. Ну, тут что-то посильнее, да, накинуло. Как компенсация. Правда, там, блин, реально были слабые игроки, я всего 6 очков собрал. Может быть, здесь, несмотря на то, что сильный, наберу больше. Ну, там есть же 1500. Ну, да, вот видите, дали чуть посильнее челиков, и... Ну, я в золото 4 все-таки попадаю. Вот, первый осколок взял, который предлагается. У меня, кстати, 10 осколков, это юбилейный. То есть, у меня половина универсального шарда есть. Ну, если я в платину попадаю, я должен в нее попадать. За 10 билетов, да. Вот. Да, по-моему, даже за 5 билетов я должен попадать. 2,5 тысячи, по 500 очков спокойно. А тут ниже 500 у меня вроде особо не было. Вот, посмотрим завтра, как пойдет. Но уже завтра я в целом могу оказаться в платине, и еще даже, возможно, сотку гемов сверху смогу заработать. Вот, кстати, у меня сейчас 700... 17 тысяч 800. Можно увидеть, насколько я отстаю от топ-1. Это 24 тысячи. Я отстаю где-то на, там, чуть меньше 7 тысяч. Да, от топ-топ-1, прям вообще максимально топ-1. В целом, опять же, благодаря этому топу можно будет после... Постфактум увидеть, насколько гемов там больше люди собрали. Вот я еще хотел какую-то мысль озвучить насчет того, что я спросил английскому дискорде. Мол, приносит ли лох-эвент меньше гемов, чем CM? На что мне человек сказал, что если проигрывай... Только в случае, если ты проиграешь Афинала. Ну, я спрашивал насчет лоха меньше CM, что за финалы в Лохе, Афинала. В CM я, вот, то есть, как будто он наоборот не ответил. Такое ощущение, да, что CM может принести меньше очков лоху, чем лоху, если ты проиграешь Афинал. Вот, типа, да, справедливо. Меня даже спрашивал про Лоха, да, то есть, то ли тут, что ли какие-то финалы есть. Я посмотрел, вроде в подсказках говорится только о том, что действительно будет какой-то финальный этап, там еще что-то 20 матчей будет, где вот это топ-96 будут сражаться. Там, кстати, зрителям можно будет что-то выбирать, каких-то своих любимых коней голосовать, и все за это то ли гемы дают, то ли с гемы будут давать. Ну, там 50 гемов. То ли за то, что если она будет побеждать в заездах, что-то такая, какая-то мутата, ну, там через автопереводчик такой себе. Вот. Ну, вроде уже для обычных игроков никаких финалов не будет. Да, после вот этого всего основного действия. Так, что у нас по статистике? Смотрите, да, вот эта конина теряет, теряет свое лидерство, как вы видите. Было 30%, стало 25%. Зато моя любимая, ну, типа, сигнатурная, так скажем, конина еще на 1% поднялась. Это вроде осталось плюс-минус там же, где и была. Да, где-то вроде около 14% там и было у нее. Вот. Так что, ну, может быть, сегодня опять же результаты хуже. Хотя вроде бы не хуже, чем вчера. Просто первый день, наверное, были слишком завышенные вот здесь результаты из-за того, что я там, не знаю, в низкой лиге участвовал, легко побеждал. Вот. Ну, блин, на самом деле, вот что я вспомнил, да, хотел сказать. Прикиньте, как бы она побеждала, если бы здесь была впайка эсовая на среднем. Еще, прикиньте, если бы она была пятого уровня со своим навыком, со своей ультой. Ну, не ультой, но, в общем, навыком вот этим пробужденным. Я посмотрел, он очень сильный. Он дает 3,5% скорости на 4 секунды в пробужденном состоянии. И при этом понижает скорость 5 ближайшим коням, которые за ней бегут, тоже на 4 секунды, там, на 15, на полутора-шли процент. То есть, она себя ускоряет, а те, кто за ней бежит, на оборот, замедляет. На 4 секунды это очень сильный скилл, на самом деле. Вот. Суммарно получается. Так что, блин, я думаю, тут проценты были бы сильно выше, там, может быть, процентов 30-35 бы. Так и было, если бы она была прям вообще максимально затарена. Но есть, что есть. Пока дела идут вроде неплохо, да. Ладно, надеюсь, я в оставшемся дне буду чувствовать себя лучше. Сегодня я вообще ничего не изображаю. Вот. Но билетики отснял. Вы продолжаете смотреть, я продолжаю ждать. Итак, у нас предпоследний день получается. Честно, я несколько грустный, потому что только что записывал ролик по тому, что World Flipper, ну, практически закрывается японский, причем сервак. Вот. Вы его, наверное, увидели раньше. Конечно, печальная новость. Вот. Вот. И, на самом деле, у меня не утро, как я обычно утром, да, так чисто такой переходик сделаем. Я обычно же утром сажусь, сейчас не утро. У меня утром интернета не было полдня. Вот. Поэтому я ожидал, когда же у меня заработает интернет, чтобы откатать. Вот. Не знаю. Давайте, наверное, просто откатаем, да, посмотрим результаты. В целом, в целом, вы, думаю, и так поняли, что здесь происходит. У меня еще была мысля, может быть, там гонки посмотреть. Это была вчера мысля, если что. Вот. Но что-то не знаю. Блин. Юх, нифига себе. 860 очков. Это хорошо. Ну, просто, блин, слишком уж много гонок. Может быть, в последний день устроить просто смотр. Я просто у чела смотрел, как он тоже там забеги снимает. Вот. И он ежедневно, там у него ролик, вот именно чисто он смотрит забеги. Вот. Ну, блин. Серьезно. Ну, даже один день – это 25 забегов, ребят. Ну, камон. Вот. Ну, это прям супер дофига, чтобы смотреть. Вот. Ну, просто хотя бы визуально, чтобы можно было оценить, как бегают кони мои. Посмотреть, поболеть за них, может быть. Просто вроде бы и так по циферкам понятно. Еще 870. Нифига себе, у меня сегодня денек. Но, опять же, наверное, просто подтянулись в эту лигу ребята послабее. Вот. И мне стали давать таких оппонентов. Ну, смотрите, я сейчас в платину выхожу, и все. Завтра последний день вроде как вообще сижу, чилю, зарабатываю чисто с дополнительной сотки гемов. Да. Не то, чтобы это как-то в корне поменяет картину. Вот. Но 200 очков. Там я видел 200 очков на какой-то… То есть я первое, второе, третье место занял. Да. Вот они. 20 тысяч. Изи платина. А, вот еще над чем я думал. Да. Не переключился просто так. Я, во-первых, здесь что предлагаю? В общем-то, когда вы берете платину, вам дают вашим коням, вам дают титул, вот. И он прикреплен за конем, который вы использовали. То есть я хотел вот ей дать, потому что… Ну, она у меня типа сигнатурная такая конина. Да. Вот. Типа ей отдам. Вот. У меня еще вчера какая была мысль перед Синома, что… Что-то как-то на самом деле я несколько расстроен организацией. Я это, по-моему, позапрошлом, что ли, куске рассказывал. Вот именно то, что тебе подбирают оппонентов по твоей силе и по факту, что 20, что 25 – одно и то же. Да. То есть ты абсолютно точно так же соревнуешься, плюс-минус одинаковые результаты имеешь. Типа какой смысл? То есть за исключением топа 96 вообще нет смысла. То есть нет разницы, какая у тебя мощность коней. Тебе все равно дадут под тебя. Вот. И типа в чем состязательность? У меня это несколько… Я уже начал ощущать эту расстроенность, потому что раньше воспринималось как? СССР-ки, они нужны? Ну, типа как? Можно побеждать с СССР-ками, но если повезет. Да. Опять же, если ты хорошо вкачаешься, если повезет с оппонентами, то есть шанс победить есть. Вот. А СССР-ки, они, по сути дела, просто увеличивают этот шанс. То есть они увеличивают шанс, что у тебя прокачается конь сильнее, да. Потому что с СССР-ками ты выше какой-то определенной планки практически не прыгнешь. Вот. Или ту же самую планку, которую с СССР-ками тебе там раз в 50 забегов у тебя получится получить. Ты ее сможешь получить раз в 5 забегов. Да. И уже не нужно будет столько напрягаться ради какого-то среднего, такого просто казуального результата. Вот. И при этом… Ну, и при этом шанс они повышают хорошие прокачки, да. И, соответственно, шанс твоей победы увеличивается. То есть вроде бы не обязаловка абсолютно, потому что и без них можно. Но в целом стимул их получать есть. А сейчас я вообще не вижу какой стимул в СССР, если у меня даже не прокачаны ССР-ки. Да. У меня просто фуфлыка сейчас там в колодце. Я все равно в класс он вошел. А… Ну, не получил я 300 гемов, две крутки. Ну, алло, это смехотворно. Да. Это настолько смехотворная там разница, что там сидеть там два года, полтора года ты собираешь эти СССР-ки, да. И, о боже мой, я на две крутки в месяц теперь могу потенциально выиграть больше. Ох, ты ж нифига себе, да. Какая же разница нереальнейшая. Ну, то есть бред, сами понимаете. То есть меня что-то как-то это расстраивает. И вот, блин, в чем азарт-то играть, я-мое. Вот сейчас вообще вот, вообще нерадостно. 670 всего лишь очков на бустах. У меня такое ощущение, что когда у тебя буст, тебе всех оппонентов тоже бустанутых дают. 950 очков надо забрать, чтобы получить… А, нет, подождите, я просто подумал бустанутых, потому что фиолетовый фон, а фиолетовый фон – это что в плате? Они же… Лол. Вот. Но на самом деле завтра есть шанс получить 200 гемов, да. То есть вот это я не добиваю. И если там, типа, сколько… Смотря сколько сейчас недобор будет. Ну да, нет. Ну да, нет. Ребят, 200 гемов я завтра не получу. Типа это нужно 3030 заработать. Ой, 2530, да. 2530 надо заработать. То есть это 500 за заезд в среднем. Но в платине, видите, что-то сразу резко пошло все хуже. Сомнительно. Ну, сотку я должен получить еще, да, вот этот. Вот, соответственно, все. Платину залутал. Кайф, да. Что-то не знаю. Я, может быть, расстроен из-за вулдфлипперов все-таки. Ну, проценты, смотрите, как мои лучшие конины на 3% улучшились. Худшие ухудшились. То есть средняя усреднилась. Средняя тоже чуть улучшилась. Там было вроде бы ровно 20%, стало 26%. Вот. То есть вроде как все неплохо. Ну, самое главное я вжал. Да, то есть у меня были переживания насчет платины. Платина в кармане. Остается 9 осколков до универсального шарда. Как видите, у меня практически 51 тысяч гемов. Уже, то есть остается 9 тысяч всего лишь накопить. На самом деле меньше, потому что есть еще билетики. На самом деле остается там 7 тысяч. То есть это меньше месяца. То есть прямо совсем чуть-чуть. Вот. И ждать баннера. То есть уже вот пару баннеров переждать. Точнее уже, да, вот пару баннеров. И уже, может быть, даже третий баннер будет крутибельный для меня. Вот. Но это еще не все. Еще финальный день. Еще финальный там какой-то этап. Я думаю, он тоже будет здесь же. Вот. Завтра, опять же, постараюсь не затягивать. С роликом тоже просто прокликаю. Ну, была идея смотреться, да. Но это слишком долго получится. Там минут 40 это будет чисто просмотров. Вот. Не знаю. Наверное, пока нет такого настроения у меня все-таки. Вот. Так что будем смотреть ивент до конца. Вот. И там же итог какой-то подводить. Сейчас это пока что все-таки еще рано. Итак, народ. Последний день турнира. Но не последний, скорее всего, фрагмент этого ролика. Потому что еще будет, как я уже играл, финальная часть. Вот. Единственное, чем я думал, что... Хорошо, что я коня обновил. Да. Прикиньте, если у меня сейчас было где-то тысячи на две. Ну, то есть, я там получал бы, скорее всего, без вот этого коня, который у меня самый топ-1. Да. Скорее всего, я бы там на 100, 150, а то и 200 очков бы меньше получал. С заездом. Я очень смеваю, что там были бы заезды стабильные на 700 очков. Там, скорее всего, были бы 600, 500 очков. Вот. И прикиньте, сейчас у меня на 2-3 тысячи было бы меньше общая сумма. Да. То есть, сейчас бы я бы вот еще не факт бы, что попало бы в платину. Да. То есть, было бы все очень нервозно. Вот. А так, ну, чисто, наверное, должен залутать. Потому что полторы тысячи, я думаю, должен залутать очков. Да. Думаю, получу еще сверху соточку. Это не суть принципиально. Вот. И будет какая-то финальная еще часть. Кстати, титул что-то так и не дали еще за платину. Там есть кнопка на выбор этого. Ну, то есть, коня. Я думаю, после. Либо после сегодняшнего дня, либо после вообще итогов только выдадут этот титул. Вот спокойно вообще. Суперспокойнейшим образом получаю деньги. Вообще балдежно. И мне еще остается 1800 очков. То есть, это поскольку с 4 билетов нужно по 500. Слушайте, я, может быть, еще сотку все-таки залутаю. Да. Вообще нормально будет. Вот. Но правда в платине я там видел Челну, который на Ютубе там тоже снимает английский. Я написал, что я тоже там в платину попал. Под его роликом. И кто-то мне сказал, что типа там в платине вообще там вообще супероппоненты стали попадаться. Еще и терминатор. Ну да. Видите, очков стало поменьше. Итси. Вот. За 3 билета 1400 нужно набрать. Ну, в целом, наверное, это реально. Да. В принципе. Ну, опять же, вот были бы чуть лучше конь там один какой-нибудь. Прямо на копеечку. И, в принципе, сотка в кармане была бы точна. Вот. Ну, опять же, я не расстроюсь из-за этой сотки гемов. Сами понимаете. Это не то, чтобы тут какой-то фундаментальный заработок. Да. Вообще что-то не пошло. Первый билет хороший был. 910 за 2 билета. Еще под бустом. Ну, в целом, в целом это 450 и 460 очков. Это дуйбул. Да. То есть, это можно еще осилить. Там еще 10 тысяч желтых монеток дают. Три или там сколько? Пять статуэток дубликатов. То есть, ну, полная хрень, на самом деле. В целом, все перечисленное мной. Но тоже как бы мелочь приятна. Да. В целом, монетки копятся желтые. Но просто потому, что сейчас вент. И там 2х заходы. То есть, так ты три раза в день можешь туда заезды делать. А сейчас 6 разрешено. Ёшкин дрым. 280. Ну, ребята, просто могила какая-то. Просто похоронили, по-моему. И 630 очков в последнем заезде. Почему? У меня почему-то вот эти бустовые заезды хуже идут. Вы заметили, кстати? Уже который раз. И я рассчитываю, что сейчас как будет круто. А в итоге оно вообще не очень. Но 630 можно заработать, я думаю. Да. То есть, в теории такое возможно. Но, скорее всего, будет, опять же, где-то около 500. Ну, 400 с копейками, да. И это мало. Точно не 600. 480. Ну, не видать мне сотки гемов. Да. Вот прям в шаге остановился. Но в целом нормально. Да. То есть, самое главное – это платина. Вот. Что еще я могу пока посмотреть? Давайте посмотрим итоги. Как у меня отбегали кони. 20. Практически 5%. Около 20. Около 10. Но этот конь показал себя слабее всего. Опять же, я думаю, если бы вместо нее был кто-то лучше, на 20% спокойно было бы. Еще сотка гемов. Это не обсуждается. Может быть, даже две сотки. Ну, да ничего. Да. То есть, опять же, я думаю, с задачей она со своей справилась. Какой-то минимальный. Да. То есть, это был не нулевой конь, который вообще ничего не приносил. Что-то она приносила. Да. Вот этот конь вообще нормально очень себя показал. Хотя, вроде как, ни в одном тирлисте ее не было. Потому что она не подходит под эту дистанцию. Вот. Но я думаю, здесь впайка на средняк сказалась. В целом. Да. И в целом... И что-то еще, возможно, тоже сказалось. Чего я знать не знаю. Может быть, скиллы неплохие получились тут. Или еще что-то. Но в целом 20% очень даже бодрячково. Да. И топ-1 конь. Мы видели ее и в топе используют. Ну, и такая-то ее тоже используют. Но у меня она совсем не пошла, как мы могли видеть. Вот. Не знаю. Здесь, может быть, сказалось. Вот этот навык, который дает скорости дополнительно. В принципе, неплохо скорости. И все сбалансировано. То есть, ну, в целом неплохо. Вот. Что еще хотел посмотреть? Сколько в топчике сейчас у людей? Вот 34 500. Да. То есть, вот 34 тысячи. То есть, ребята получили 700 гемов сверху. Вот я к чему все это веду. 700 гемов. То есть, там так получалось 2 300. И с топа еще и получил 3000. Да. То есть, получается. Я же отстал на 600 гемов от топача. Правильно говорю? Да. На 600 гемов я отстал. То есть, вот если быть топ-1 в Сия и Поне, то это еще 600 гемов турнир тебе принесет. Вот. Разница, конечно, не очень. Учитывая, что... Извините меня, чтобы попасть в этот топач, мне нужно там кони по 27 тысяч, наверное, минимум. Там я тыкался. Прям каких-нибудь 25 коней особо там не встречается. То есть, мне кажется, в обычном легче намного взять самую максимальную награду, чем здесь. Все гемы, которые вообще в теории доступны выдавить. Вот. Ну, будет еще какая-то финальная часть. Я посмотрю. Опять же, если никакой приклейки не будет, на самом деле, я так сразу заранее скажу. Потому что, а вот если там будет какая-то унылая хрень, о которой даже рассказывать не о чем будет, но мало вероятно. Вот. То, знаете, что значит там унылая хрень, о которой рассказывать не о чем. Но, скорее всего, что-нибудь да будет, я думаю. Продолжение следует...